здравствуйте друзья я рад вас приветствовать на канале доступная реабилитация и сегодня немного такое такая необычная ситуация сложилась я приехал с целью снять очередной материал для вас очередную тему по реабилитации пациентов после инсульта и у меня была буквально минутка перед съемками я просматривал ваши отзывы на каналах и один комментарий просто так был для меня как гром среди ясного неба потому что тема такая которую мы не освещали хотя она очень важная и мы регулярно в своей работе беседуем с пациентами с родственниками пациентов на эту тему но почему-то как-то вот она проходила все время стороной в плане освещения на канале и я понял что вот именно сегодня я отложу ту тут тот материал который планировал до вас донести и расскажу вот именно по этой теме абсолютно не готовился все буду рассказывать именно из нашего опыта и поэтому прошу прощения если будет немного даже где-то сумбурно итак друзья как звучало комментарий как звучал вопрос просили рассказать как вести себя с человеком перенесшим инсульт вот именно родственникам были были ближайшему окружению я бы сказал это действительно серьезная тема потому что ну вообще в принципе как бы вот это тяжелое заболевание любое тяжелое заболевание она как вот прям переворачивает жизнь людей очень так кардинально но чем страшен как говорится инсульт человека парализует зачастую человек перестает говорить также человек перестает понимать обращенную речь и вот это все формирует такой нервный климат в семье среди пациента родственников детей там жен друзей и прочего вот поэтому здесь друзья но понятно что все моменты предусмотреть невозможно и как правило когда мы сталкиваемся с такими ситуациями в работе когда нам задают этот вопрос мы рассказываем уже зная виде пациента рассказываем про конкретную ситуацию сегодня я постараюсь на просто донести основные моменты с которыми чаще всего сталкиваются родственники и пациенты соответственно итак друзья с чего мы начнем ну давайте мы начнем уже с момента когда разумеется вы приехали привезли своего родственника после инсульта домой и вот здесь начинается вот такая бытовая как бы притирка надо и заниматься надо и как-то вот ухаживать за человеком то есть поменялось вообще все перевернулось ног на голову итак друзья первое что я сразу хочу сказать вот именно обращаясь к ближайшему окружению пациента друзья пожалуйста набирайтесь терпения надо понимать одну простую вещь что ваш близкий человек сейчас достаточно беспомощен и болен и если вы либо изведете себя в нервном плане либо сорвете себе спину таская его вот в своем порыве что-то быстрее его растормошить и сляжете там рядом с ним то этому человеку больше кроме как на вас надеяться не на кого поэтому в первую очередь друзья надо беречь себя потому что вы сейчас единственная надежда и опора человека перенесшего тяжелое заболевание это важно это надо понять это надо переварить и дальше все пойдет намного ровнее следующее точно надо понимать что если мы столкнулись с тяжелым инсультом с тяжелыми последствиями сразу для себя надо понять что ситуация поправима но это не быстрый процесс это возможно игра в долгу и и хуже всего когда к нам попадают пациенты с родственниками и родственники нам говорят ну нам за месяц надо прям прям вот надо восстановиться нам надо выходить на работу там детей в сад и прочее нура разные причины приводят и здесь вот когда я смотрю на людей и вижу что они просто не понимают вот всю проблему которая сложилась это не говорит о том друзья что у вас закончилась жизнь да и у вас как камень как якорь на вас повис ваш ближайший родственник который не ходит ничего то есть тоже делать из себя как некоторые это мой крест я буду его нести не надо ничего нести человеку надо помогать да в какой-то момент придется перестроить свою какую-то жизнь деятельность свой привычный уклад но вот бросать все например часто я сталкиваюсь ситуации когда родственники все там муж или жена я бросаю работу я буду сидеть и жить там ради вот этого человека я буду все за него делать друзья поймите одну простую петь вещь вы бросили работу у вас кончились деньги и вот вы сидите вдвоем а пациент может и лежит еще до что делать вот таких опрометчивых поступков совершать точно не надо да на первое время если хороший работодатель желательно взять какой-нибудь запланированный или не запланированный отпуск то есть у вас должен быть месяц без каких-то резких телодвижений и судьбоносных решений да то есть вы должны в течение этого месяца разобраться в ситуации подумать остудить голову и вот постараться выстроить как бы весь процесс без таких вот кардинальных жертв поймите на вас возможно ляжет повышенная финансовая нагрузка потому что ну потому что не вся медицина у нас бесплатно это надо четко понимать да выписать больничный получить консультацию врача да может быть получить квоту на реабилитацию вполне возможно но надо четко понимать что у вас рано или поздно выпишут из стационара и здесь надо продолжать именно реабилитацию тоже сидеть и ждать еще полгода когда дадут следующую квоту это может привести к определенным осложнениям также лекарства какие-то специальные приспособления коляски прочь конечно государство это дает но не всегда не везде это получается легко и быстро выбить и получить поэтому здесь какие-то моменты надо четко понимать что ваше существование сейчас в данной ситуации может потребовать больших затрат это не катастрофа все можно решить некоторые я знаю там вот у нас были ситуации когда люди с весьма ну средним достатком из лучших побуждений опять же из лучших побуждений бегут и покупают вот кто-то посоветовал ему бегут там берут кредит покупают будут забубенную реанимационную кровать для пациента у нее перспектива встать и ходить понимаете то есть люди потратили там 300 тысяч купили супер кровать с которой пациент скоро встанет и уйдет и вы ее уже за эти 300 тысяч не продадите не торопитесь четко надо понимать что человек первое время может быть небольшое может полежать на обычной кровати да может быть вы купите противопролежную систему если это лежачий пациент и постелите ее на обычную кровать да потом постепенно вы поймете какие перспективы у пациента вас проконсультируют реабилитологи неврологи какие-то специалисты и здесь уже потихоньку потихоньку будет выкристаллизовываться план действий без каких-то опрометчивых поступков которые потом ну о которых потом можно пожалеть да то есть вот эти 300 тысяч лучше вы возьмете и купите хорошее лекарство либо отдадите за хорошую качественную реабилитацию или вызовите каких-то специалистов там хороших до чем вот будет стоять вот эта грабина с кнопками которые в принципе вполне возможно кому-то не понадобится опять же друзья если уж я коснуться вот этих вопросов с кроватями часто часто мы сталкиваемся ситуации когда пациенту да нужна кровать специально с электроприводами чтобы более качественно проходила реабилитация чтобы пациенту было легче и прочее 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 и я всегда советую друзья говорю поищите бушный вариант у нас полно этих всяких сайтов которые это продают люди говорят нет только новое я терпеливо всегда объясняю друзья единственное на чем лежал пациент это матрас на кровати то есть вот вы можете купить кровать взять этот матрас выбросить и на эту кровать можете заказать купить хороший какой-нибудь ортопедический матрас можете купить обычный как бы медицинский там моющийся все остальное сам корпус кровати станины и прочее обработали антисептиком протерли все нормально только единственное что если вы берете кровать с электроприводом в принципе есть смысл если нужна кровать то лучше брать ее с электроприводом и именно с той функцией которая позволяет регулировать высоту кровати в горизонте поднимать ее выше поднимать ее ниже это уходный процесс это ваша здоровая спина вы подняли повыше пациента и спокойно с прямой спиной его переодели поменяли памперс сделали какие-то упражнения да сделали массаж там и прочее если пациенту надо посидеть вы кнопочку нажали кровать опустилась вы его посадили он сидит ножки на полу если ему тяжело с этой высоты стоя вставать он уже может ну гипотетически может до вставать вы чуть-чуть приподняли на ту высоту с которой человеку легче вставать да вот в этом смысл есть но опять же говорю бушный вариант только единственное проверяйте электроприводы то есть никогда не берите кровать когда вам отдают ее в разобранном виде не исключено что там какой-то мотор не работает всегда приехали посмотрели понажимали кнопки проверили все функции все работает разбираются они быстро мы их разбираем собираем периодически и даже без сноровки вы потратите полчаса разберете загрузить увезете соберете и все положите новый матрас и у вас прекрасная кровать но опять же не всем она нужна следующий момент пациент который потерял речь не может говорить не может донести свою мысль здесь вы знаете честно могу сказать за наш богатый опыт работы чуть ли не до драки доходит вот здесь друзья самое главное опять же успокоиться успокоиться самим если вы спокойны будет спокоен пациент можно пробовать разные варианты у нас была масса ситуаций когда пациент не говорит семье скандал муж сидит извините мычит что-то там рукой трясет здоровый жена горит все капец у меня тоже инсульт инфаркт я ухожу я не знаю что делать я его не понимаю бывает берешь просто ноутбук пациенту двигаешь и он одной рукой набирает то что он хочет сказать бывает что забывают буквы не могут набрать варианты есть то есть самое главное здесь успокоиться что может что может быть страшного да то есть если пациент долго не ходил в туалет по большому если пациент у вас там покраснел беспокоен ерзает глаза там налились может быть давление либо вы его сажаете у него как бы глаза начинают плавать низкое давление либо пациенты жалуются там болит показывает болит слева еще сердце да либо температура поднялась это все вот здесь главное с холодной головой то есть проанализировать ситуацию что происходит со здоровьем все в порядке окей думаем дальше думаем дальше чего 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 хочет да у меня очень давно лет 17 назад было я была ситуация сейчас прямо в голове всплыла пациент мужчина достаточно молодой мужчина был после инсульта потерял речь он был художник он был художник и мне пришлось приезжать не вызвала жена потому что там дошло уже просто до накал страстей был такой он сидит мучит и тычет куда-то в стену вот пальцем тычет ну ругается видимо на вот уже на давление у него давление никто ничего не понимает я приехал стою смотрю на эту ситуацию говорю ну куда что что покажи он опять тычет в стену просто он сидит на кровати напротив стена он в нее тычет да я я смотрю смотрю а потом смотрю на стене как бы ну вот так ощущение что что-то висело как бы ну понятно что там есть гвоздик и какой-то вот такой силуя знаете запыленный я уже на спрошу а что здесь висело она говорит картина его висела оторвалась веревочка она упала и она такая это его любимая картина и он ей полдня пытался спросить куда дело то есть когда он был в больнице картина упала повесили обратно картину все инцидент исчерпан понимаете а к чему бы это привело вот тут тоже да поди знай следующий момент друзья самый наверное самый наверное ну не самый но один из достаточно серьезных когда человека перенесшего серьезные заболевания пытаются загнать как того коня всевозможными занятиями человек не может уже что-то делать может он не может делать с учетом своего заболевания и прочее но нельзя на него вот так наседать мы занимаемся с абсолютно разными людьми с мужчинами женщинами молодыми среднего возраста старыми капризными веселыми сразу каждого свое поведение да но фактически со всеми в девяносто пяти на процентах случаев у нас получается работать получается а мы обычные люди мы не сказать что там супер коммуникабельные да которые ко всему могут адаптироваться нет но вопрос в том что попробуйте некоторые моменты пациент может быть ему больно может быть он не может этого сделать очень частая ситуация когда я прихожу и вижу как пациентам выламывают руки совершенно с абсолютно скажем так благим намерением восстановить движение но под абсолютно нереальными углами я вот в этот момент астана пациент кричит ругается горит отойди от меня да и вот я буду попросить а попробуйте свою руку родственникам бар попробуйте свою руку поднять так как вы пытались сделать пациенту они раз а вот а вот что то не поднимается ягра теперь подойдите и попробуйте ему поднять в такое же положение его здоровую руку не поднимается зачем вы ему хотите больную руку загнуть так как она не загибалась у него никогда друзья в этом плане все очень просто у вас есть конечности и у пациента есть одна здоровая сторона как правило всегда пробуйте какое-то движение на здоровой стороне пациента вы попробовали все получилось все нормально значит это можно воспроизвести на больной стороне но если вы это воспроизводите и где то чаще всего это плеч например касается здоровая рука поднимается до полностью больная раз и пациент уже шипит на вас там отгоняет и прочее вот тут надо искать проблему искать причину лечить причину потом возвращаться к этому да где-то это просто разработка где-то это медикаментозная терапия при воспалениях и прочим то есть варианты есть но сначала надо попробовать на своей конечности или здоровой конечности пациента то же самое с упражнениями до трясучки хватают за пораженную руку или ногу поднимай пациент лежит глазами лупает не разговаривать поднимай та же та же реакция да всегда просите сделать движение сначала здоровой стороной вам надо для себя понять он вообще понял что вы от него хотите или просто не понял да очень часто бывает говоришь пациент поднимите здоровую руку а он лежит и также хлопает глазами да он не понимает обращенную речь к это в эту же как говорится копилочку пациента у которых да есть трудности с пониманием обращенной речи очень часто нам пациент как так он вас понимает а нас не понимает ну какой какой ваш секрет секрет очень простой поменьше слов и больше информативности в короткой фразе когда ты говоришь человеку иван иванович разожми пальцы вот разожми пальцы уложилась да а подходит жена и говорит так ну давай мы сейчас тобой так соберись напрягись расслабься сосредоточься опусти руку подними руку вот начиная с пальчиков вот прям вот прям выдохни и разожми пальцы он вас перестал понимать и слышать еще на третьем слове вот честно вот особенность заболевания короткие четкие фразы конкретно суть что вы хотите от пациента чтобы он сделал сказали два три слова и будет намного легче я вас уверяю проверено несколькими десятилетиями работы далее друзья далее совершенно замечательная история которая всегда меня повергает в некий шок и трепет когда мне говорят что у нас пациент не может сидеть я говорю окей давайте мариоанна присядем чик посадил мариоанна сидит я говорю я вас не понял она сидит но это она сейчас говорит сидит а через 40 минут она будет заваливаться я говорю ребят давайте я вам сейчас поставлю табуретку и вы вот ровно не двигаясь 40 минут со здоровой спиной со здоровыми конечностями 40 минут не двигаясь просидите на табуретке можете ой нет наверное не можем что ж вы несчастную мариоанну пытаете она бы рада но у нее во первых половина мышц туловища только работает а во вторых ну мы не сидим столбиком без опоры очень долгое время да мы всегда на что то облокотимся или на спинку или начинаем ерзать а пациент с гемипорезом особо ерзать не может потому что он может потерять равновесие понимаете здесь важен сам факт что он садится и фиксирует положение сидя вот в этом положении вы можете делать разные упражнения с ними я вас уверяю упражнения сидя они тянут очень долго потому что пациент двигается а не сидит как вот суслик столбиком да это очень сложно даже для здорового человека та же история с вставанием и стоянием когда мне говорят что он очень плохо стоит очень плохо стоит он даже 20 минут не выстаивает на одной ноге да на одной половине тела вы серьезно ну вы на двух ногах то не можете стоять вы переминаетесь недаром у нас в строевой в армии да учат караульного учат стоять по стойке смирно это сложно друзья для здорового человека сложно а для человека с двигательным дефицитом в пять в десять раз сложнее поэтому основная задача здесь научить вставать научить кратко фиксировать свое вертикальное положение здорово если научите опираться на пораженную ногу и вот здесь мы уже имеем полное право начинать ходить ходить следующий момент следующий момент следующий момент друзья коротко скажу но это скорее всего будет отдельная тема отдельного видео это сам процесс занятий вот логика процесса занятий друзья коротко скажу вы всегда должны знать для чего конкретно вы делаете то или иное упражнение какой результат вы хотите получить в краткосрочной перспективе когда мне реабилитологи уже коллеги я говорю ваши задачи на данного пациента ну разумеется чтобы он начал ходить а он лежит ребята он лежит какой ходить ставьте короткие задачи лежит сел сидит встал встал пошел 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 плохо уже здесь более локальные задачи начинаем корректировать но если вы неделя за неделей месяц за месяцем делаете какие-то упражнения а они не приводят к результату или же вы сами не понимаете что вы хотите какой результат вы хотите получить в краткой перспективе это все бессмысленно это даже иногда бывает вредно часто у нас сейчас много пациентов на отсрочном этапе восстановления и очень часто такие проблемы да мы там работаем четыре раза в день нам там не покушать порой не успеваем все занимаемся 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 а я смотрю а почему больная ходит на прямой ноге а я говорю согните ногу согнула присядьте чуть-чуть идите и она пошла нормально да не выхлестывая там ногу не качаясь не падая задач нету четко поставленных и люди в холостую истязают себя вот как раз видео которое я планировал записывать это видео связано с восстановлением руки кисти пальцев мелкой моторики бытовых движений в этом плане тоже очень много ошибок о которых я хотел бы поговорить но это я его сниму в следующий раз вам предоставлю вот но в целом вы должны понимать друзья пациент он у него проблемы с движением он человек парализованный русским языком мало того что он парализован его парализовало не просто так либо это возраст либо это какие-то сердечно-сосудистые заболевания то есть нездоровый человек изначально плюс он пролежал определенный определенное время в стационаре реанимации отделение и прочее он ослаблен он ослаблен болезнью он ослаблен постельным режимом и прочее то есть и этот процесс разгоняется постепенно поймите время на вашей стороне всегда сколько бы его не прошло в том случае если вы не спеша разобравшись стараетесь сделать все правильно не ныряете с места в карьер в какие-то экстремальные решения нет плавно постепенно и друзья еще раз повторюсь вот если вы столкнулись с ситуацией вы работали была нормальная жизнь все и вдруг муж или жена перенесли такую болячку вот без резких движений подойдите к руководству и попросить отпуск за свой счет как он отпуск от двух недель до месяца на момент выписки пациента чтобы вот этот месяц вы побыли дома вы поняли какие могут быть проблемы нашли пути решения этих проблем все можно решить друзья мои точно могу сказать безвыходных ситуаций практически не бывает мы с этим работаем мы много видим ситуации таких поэтому как бы здесь работает наберитесь терпения пока вы выучите я всегда шучу да когда мне родственники пациента как вы его понимаете я говорю я их язык выучил на самом деле язык я не выучил понятно что в большинстве своем обычный человек просит что-то бытовое банальное и подходящее данной конкретной ситуации поэтому не старайтесь как бы сразу взвинтиться по нервам да что вы он непонятно говорит что он билиберду мне какой-то говорит да задумайтесь остановите его попробуйте по-другому покажи напечатай напиши не можешь покажи что тебе дать чтобы я тебя понял поняла да и потихонечку вот этот квест вы распутаете и через какое-то время просто это вы уже будете понимать вот на бытовом уровне пациента в определенное время в определенной ситуации как правило он будет просить то что вы точно знаете уже и поймете поэтому друзья поэтому и сразу могу сказать вот я очень всех прошу если человек не говорит если человек плохо как вам кажется понимает обращенную речь не обсуждайте при нем его же не надо не исключено что он понимает не исключено что он слышит не исключено что он глубоко в себе очень переживает эту ситуацию если вы кому-то что-то хотите сказать ненавязчиво скажите не в присутствии пациента друзья и вот случаи жизни я еще тогда был самым обычным реабилитологом и был у меня пациент которого я сам лично вел прямо начиная с реанимации потом в отделении потом его выписали и дочь попросила это был ее папа дочь попросила приезжать к ним заниматься с ним я с ним работал у нее не было речи он молчал вот вообще вообще молчал дочка мне постоянно задавала этот вопрос причем как бы и логопеды поставили ему как бы афазию все он просто молчал и мы научились с ним ходить там и прочее и наступило время когда мы с ним пошли на улицу как сейчас помню весна была и мы с ним идем не спеша по улице подходим к подъезду и ему навстречу идет его друг и там Васильич а Николаевич до сих пор помню Николаевич привет и вот вы знаете это меня надо было конечно снимать на видео я стоял просто челюсть ноги отдавил и он просто разлепляет губы и начинает с ним разговаривать как ни в чем не бывало просто вот льется речь понимаете они все обсудили а я как стоял с такими шарами так и остался я говорю Николаевич а ты разговаривать умеешь? вот что в голове повернулось непонятно и потом мы долго поддерживали контакт с дочкой этого пациента я у него все время спросил ну что я говорю Николаевич он разговаривает он общается когда ему это нужно то есть ему надо что-то сказать он скажет а дальше вот сидит и сидит поэтому друзья терпение не надо обсуждать при пациенте его же тем более перспективы или какие-то не очень не очень скажем так положительные моменты вот все обязательно получится набирайтесь терпение набирайтесь терпение не требуйте от пациента невозможного вы поймите это долгий неспешный процесс человек старается вы думаете кому-то хочется быть парализованным кому-то хочется сидеть в памперсах все хотят в туалет все хотят нормально ходить нормально кушать хлеб рукой вилкой там пить и прочее да человек переживает переживает это внутри себя это определенная депрессия определенный стресс который не улучшает состояние пациента поэтому да требовать надо есть откровенные лентяи ну вот честно скажу есть откровенные лентяи но на практике могу сказать что их достаточно немного слава богу в основном люди стараются но они стараются но не могут всегда надо не переть буром пробивать лбом стену надо пытаться обойти это же классики сказал нормальные герои всегда идут в обход не пошло прямо зайдите с другой стороны дайте другие упражнения смените локацию вам интереснее пациенту интереснее накала страстей такого нет и что-то начнет получаться делайте вывод если у вас есть хороший реабилитолог вообще замечательно человек должен владеть всеми этими навыками и должен вам всегда подсказать что и как делать так что друзья еще раз живите как говорится в мире с пациентом набирайтесь терпения мне кажется я рассказал основные какие-то моменты которые надо учитывать если чего-то не рассказал пишите в комментарии видите вот на ровном месте сегодня родилось видео из комментарии который я просто не мог не смог проигнорировать и оно получилось достаточно большим друзья еще раз подписывайтесь на наши площадки дзен рутуб телеграм ютуб соответственно мы везде там мы везде доступная реабилитация по логике Александр или доступная реабилитация точно найдете друзья по рутубу хочу предупредить как-то странно они отсроченно блокируют наши видео не понимают что мы можем нарушить они не отвечают мне в поддержку что же мы такого страшного нарушили кого обидели что заблокировали наше видео поэтому видео может выскочить в рутубе но через пару дней пропасть оно друзья появится появится потом мы будем добиваться мы будем писать в поддержку мы начнем опять повторно его выкладывать и возможно оно там закрепится поэтому вот с рутубом есть такая проблема дзен без вопросов работает шикарно у нас получается загружать нормальное видео все прекрасно подписчики растут подписывайтесь на дзен хорошая площадка нам нравится телеграм работает группа наш телеграм канал доступная реабилитация то же самое там дублируется видео плюс живые комментарии мы всегда общаемся с пациентами ютуб продолжает работать он работает от мобильного интернета он иногда работает от городского интернета вот площадка живая мы там существуем и пока нам полностью скажем так не выключат кнопку на ютубе мы будем там существовать и будем выпускать там наши материалы все друзья на сегодня я с вами прощаюсь увидимся с вами в следующей на сегодня запланированной теме отсниму ее на днях и вам предоставлю друзья мои всего вам доброго будьте терпеливы и здоровы